1743 год. 23-летний Джузеппе Гварнери уже несколько лет ведет затворнический образ жизни, полностью отдаваясь идее создания совершенного инструмента. После изнуряющего поиска к нему, наконец, пришло озарение. И родилась скрипка, прославившая мастера на века. Для справки. Родиной смычковых инструментов принято считать Индию. Есть версии, что смычковые инструменты создавались многими народами. Так впервые смычок упоминается у кочевников Центральной Азии. В 9 веке он известен в Персии и Китае. А спустя век через Византию проникает в Европу. У виол другое количество струн. 6 или 7 бывает струн. Конечно же, у виол и более покатые плечи. Кроме того, по-другому украшен гриф. И звук у виол матовой не такой яркий. В средние века скрипка считалась простонародным инструментом. На ней играли бродячие музыканты и учители о танцах. Скрипка впервые прозвучала лишь в хоре конюшни, сопровождавшем королевскую охоту. Но все-таки красота и яркость тембра скрипки за короткий период сделала ее едва ли не самым главным инструментом. В 16 веке за изготовление скрипок взялись итальянские мастера. В результате инструмент приобрел идеальную форму и уникальное звучание. Королеве Елизавете принадлежала скрипка работы Антонио Страдивари. Королева Елизавета известна также тем, что организовала в Бельгии международный конкурс скрипачей. Самый первый конкурс проходил еще в 1937 году. Победителем стал выдающийся скрипач Давид Ойстрах. И впоследствии королева Елизавета передала в дар Ойстраху свою скрипку Страдивари. Теперь эта скрипка украшает нашу музейную коллекцию. Технология изготовления знаменитых скрипок Амати, Гварнери, Страдивари являлась фамильным секретом, которым владели лишь ее основоположники. Секрет лака великих итальянских мастеров не был раскрыт даже с помощью современного химического анализа. Однажды с инструмента был снят лак, но тем не менее инструмент не стал от этого звучать хуже. У великого скрипача Никола Паганини было 7 или 9 инструментов работы Страдивари. Но предпочтение он отдавал скрипке Гварнери, которую называл «Пушка». Эта скрипка действительно на протяжении многих лет была неизменной спутницей великого Паганини. Сейчас она хранится в городе Генуэ, где раз в 4 года проходит конкурс скрипачей, и победителю достаивается чести играть на этой скрипке, которую также называют вдовой Паганини.